всем привет дорогие друзья с вами канал игрополка и сегодня мы посмотрим с вами на дополнение к игре древний ужас который называется хребты безумия а заодно поговорим о том какое место данное дополнение занимает в мифологии лавкрафта я заранее снял целлофановую упаковку просто она очень сильно бликовала на свету хребты безумия это второе по порядку выхода дополнения к игре древний ужас и она добавляет новый на регион с которого мы не начнем это новое антарктическое игровое поле прежде чем мы его разложим давайте достанем еще древних и вот она наша новая игровая карта попасть в нее соответственно можно через антарктиду на базовом игровом поле и первая же здесь локация это база мискотоникской экспедиции есть у нас вымышленный мискотоникский университет который находится в вымышленном же городе архе и именно этот университет впервые в антарктиде нашел то о чем мы будем говорить дальше здесь нас ждут два древних в данном дополнении первый это итакуа это один из древних изгнанный на дальний север бог туч северной погоды и ледяного ветра выглядит как гигантский человек и его приближение знаменует ледяная буря и резкое похолодание и если итакуа у нас соответствует выбранной тематике хотя его изгнали на север а антарктида все-таки находится у нас на юге земли может его изгнали кстати на северный магнитный полюс ну что-то я отвлекся и так если так у нас соответствует выбранному стилю тематики дополнение то кто же такие наш а второй противник который называется возрождение на старцев старцы это раса пришельцев впервые упомянутой лавкрафтом в его романе который как раз и называется хребты безумие старцы первыми пришли из далеких глубин космоса на молодую землю по сути на ней еще никого не было они были высоко развитые в технологическом плане расой и покинули свою планету из-за техногенного кризиса в общем ранние старцы создали первые живые организмы на земле которые затем эволюционировали до современного состояния и по сути они и являются нашими с вами прародителями потому что первое существо скажем так предка обезьяны человека создали тоже они причем они его вывели как с целью вкусного мяса и в качестве декоративной игрушки а также одним из видов которые создали старцы были так называемые шаготы вот у меня есть фигурка шагота из игры пандемия царства ктулху и шаготы выполняли физическую работу старцев затем в ходе своего развития старцы сражались с потомками ктулху с мега и с шаготами которые вышли из под контролем и одним словом по ходу шаготы победили потому что нашли старцев но последний город старцев как раз нашли в антарктиде и его нашла как раз экспедиция мискотоникского университета и вот у нас получается что все дополнение и придерживается именно данного направления данного романа хребты безумия у нас есть соответствующие древние старцы есть соответствующие локации и так далее ну давайте теперь вернемся обратно к компонентам игры на для побеждения для победы над старцами нужно разгадать четыре тайны у остальных древних это три тайны и у итаково тоже три тайны это происходит и такого пробуждается происходит у нас следующий если старцы пробуждаются то происходит следующий так давайте посмотрим на новых сыщиков джордж барнаби патрис патрис наверно хатвей дэйзи локер урсула даунс финн эдвардс агнес бейкер томми малдун и уилсон ричардс надо посчитать сколько всего 4 5 6 7 8 новых сыщиков 2 новых древних и 8 новых сыщиков давайте перейдем к остальным компонентам дальше нас встречают жетоны у каждого сыщика есть соответствующий жетон выдавливаются они без проблем и даже сами некоторые выдавились уже и без моей помощи качество у них такое же как сейчас в новых дополнениях и в новой базе древнего ужаса с тиснением под лен очень приятно выглядит и приятно держать в руках и так есть у нас монстры вот и непосредственно эпические монстры сами древние итакуа и старец вот так примерно старцы и выглядели вернее так они и описаны в романе хребты безумие еще есть вот у нас буйный шагот шаготы это вообще существа из протоплазмы которые способны принимать любую на форму буйный шагот есть это у нас эпические монстры есть обычные монстры извините гигантский пингвин я думаю это особый монстр который был найден в антарктиде и есть еще небольшая ошибочка видите два культиста имеют срез по углу как у эпических монстров но здесь есть замена вот она то есть вот этих двух культистов нам предлагают выбросить и вложили замену где у нас культисты уже напечатаны вернее прорезаны как надо что еще бросается в глаза есть у нас улики вот такой вот есть жетон если вы не играли в дополнение под пирамидами то он для вас новый и есть вот такой жетон это абсолютно новый жетон жетон собранности в процессе игры можно будет получать такие жетоны не более двух на одного сыщика и их можно применять чтобы перебросить один кубик при прохождении а проверки и жетонами у нас всего один лист новые врата наверняка есть врата которые вот так а выдавливается жетоны сами и просится уже отправить их в игру есть у нас соответственно новые жетоны улик давайте вот выдавлю парочку оплата link например и город старцев чтобы данное игровое поле полностью участвовал в игре и соответственно у нас есть врата новые жетоны врат которые могут открываться на данном игровом поле остались у нас конечно есть подставочки для всех новых сыщиков остались у нас карты одна колода вернее не одна здесь еще есть небольшая колода уже упакованы в зип-блок пакет и четыре колоды небольших карт которым мы сейчас и перейдем давайте посмотрим что же нам приготовили есть вот такие памятки по действиям сыщиков по прохождению контактов и по фазам мифа какой значок что предписывает сделать новые карты мифов и это колода особых контактов старцев и колода особых контактов и так он при на разгадке тайн при игре с этими древними придется проходить особые контакты есть соответствующие колоды дальше еще одна памятка и это у нас карты тайн и посмотрите сколько тайн у старцев их три четыре пять шесть семь восемь тайн это больше чем у всех древних которые сейчас есть если брать в расчеты базу под пирамидами и на забытые тайны то вот у старцев среди всех дополнений тайн пока больше всех целых восемь поэтому против них играть вам не надоест потому что тайны будут меняться а может это связано еще и с тем что для победы на стартами нужно разгадать и 4 тайны они три и поэтому если бы их было всего шесть то четыре тайны начали бы быстрее повторяться дальше у нас идет карты тайны и такой их шесть штук выглядит не например надвигается буря и вот у нас есть особые карты них я пока отложу не попались на глаза карты на прелюдий вообще мы данные карты видели в дополнение под пирамидами поэтому для нас они не новые но появились впервые они именно в вернее не в а с дополнением хребты безумия тоже хребты безумия вышли пораньше это второе дополнение и карты прелюдий а предписывают особую подготовку если вы будете играть с ними например слухи севера вниз здесь есть особые требования к подготовке во первых есть художественное описание непосредственно самой прелюдии а дальше вот есть особые предписание к подбак подготовки перед восьмым шагом подготовки к игре отложить карту мифа и так далее а вот это карты это карты приключений для для нас они тоже не на вы потому что мы их видели дополнение под пирамидами но под пирамидами их было всего шесть штук а здесь их как вы видите больше них должно быть здесь двенадцать до них здесь двенадцать и есть у нас четыре карты стримка с римской цифрой 1 есть четыре карты соответственно с римской цифрой 2 и четыре карты с римской цифрой 3 будет неплохое разнообразие в игровом процессе и так дальше у нас идут карты контактов это контакты в потустороннем мире и вот у нас новые карты контактов на антарктическом игровом поле желтого цвета открываем следующую колоду и еще одна карта подсказки экспедиционные контакты это дополнение к обычным контактам то есть появится разнообразие можно их положить в базовую версию игры и таким образом повысить реиграбельность обратите внимание что все карты в данном дополнении имеют вот такое обозначение и есть еще вот такие контакты это тоже контакты на антарктическом игровом поле как видите их не мало поэтому откладываем сюда и есть еще вот такие это я так понимаю особые экспедиционные контакты потому что обычно экспедиционные контакты имеют вот такую рубашку а это у нас особые экспедиционные контакты которые скорее всего будут разыгрываться непосредственно на антарктическом игровом поле и выглядят они с лицевой стороны тоже немного по-другому и последнее у нас колода больших карт которые не очень хочет открываться здесь нас ждут контакты древних и так достаточно я бы сказал большая у него колода посмотрите сколько карт и так это у нас еще особые контакты старцев то есть у них получается две колоды особых контактов одна имеет такое изображение вторая имеет вот такое изображение значит с тайнами старцев связаны две колоды особых контактов и вот у нас остались поисковые контакты древних по имени старцы тоже довольно большая колода карты хорошего качества стеснения под лен давайте посмотрим с вами теперь на маленькие карты и так что нам тут предлагают ну во-первых разнообразие наших старых колод вот вот у нас есть новое состояние есть вот появилось состояние переохлаждение когда вы отдыхаете вы не можете восстанавливать здоровье бросьте один кубик если выпало 4,5 или 6 бросьте эту карту если вы должны взять еще одно переохлаждение вместо этого переверните карту и здесь нас ждет например морозная слепота достаточно много контактов ой не контактов а карты переохлаждения вот например здесь нас ждет шок состояние погони состояние голод состояние заражения и еще есть финансирование и осталось у нас здесь колодка это уникальные активы для опять же тех кто играл под пирамидами данные карты будут они на вы я имею ввиду понятно что они другие но как таковые вы их уже видели но впервые уникальные активы появились в дополнении хребты безумия и отличие уникального актива от обычного актива в том что эти карты двухсторонние и вы как и в заклинаниях не можете смотреть на данную сторону пока не будут выполнены определенные условия на лицевой стороне и последний пакетик в котором у нас притаились как раз новые заклинания изгнание буря духов тайная интуиция есть еще уникальные активы карты сокровищ вернем их сюда и колдовское оружие вот собственно это были все карты ну и сразу же работа над ошибками можно было догадаться что это поисковые контакты потому что здесь изображена у нас лупа это никакие не экспедиционные контакты это особые поисковые контакты для антарктического игрового поля когда вы будете брать улики с этого поля разыгрывать контакты то вы будете брать карты не из колоды древнего а из вот этой отдельной колоды надеюсь в начале видео рассказами о древних я вас не утомил а наоборот вам было интересно если так я очень рад где-то я прокашивался где-то запинался прошу прощения все-таки распаковка снимается с первого дубля потому что назад все не запакуешь и не переснимешь ну а на сегодня всем спасибо за просмотр играйте в игры и всем счастливо пока не пока